Hi, my name is Galina, and welcome to the channel Languages from Canada. Сегодня у нас второй урок для начинающих изучать английский язык. И тема урока построения простых предложений с использованием местоимений, личных местоимений, personal pronouns, и глаголов to be and to have. Давайте прежде всего разберем личные местоимения, personal pronouns. Начнем с единственного числа, singular. Я буду его обозначать с помощью буквы S, что означает singular. В единственном числе местоимение начинается с первого лица, I, я. Второе лицо, you, ты. И третье лицо, опять же, единственное число, singular, he, он, she. Она, it, оно. Теперь разберем формы местоимений, personal pronouns, личных местоимений во множественном числе. In plural. Plural. I будет we, мы. You остается в такой же форме, you. He, she, it заменяется на they. Означает они. Давайте повторим. Let's repeat. I, you, he, she, it, we, you, they. Местоимение you имеет одну и ту же форму в единственном и во множественном числе, что облегчает запоминание форм нерегулярных глаголов, таких как to be, to have. Теперь давайте распланяем глагол to be с личными местоимениями в единственном числе. I am, you, are, he, she, it имеет одну и ту же форму, is. Давайте повторим. I am, я есть, you are, ты есть, he is, он есть, she is, она есть, it is, оно есть. Теперь разберем глагол to be. Я забыла сказать, что он означает быть, есть. Во множественном числе. In plural. We are. Мы есть. You are. То же самое ты есть и вы есть. Единственное множество. И they are. Они есть. Для того, чтобы использовать этот глагол в предложении, на самом деле нам нужно не очень много. Если вы делали задание и смотрели наши видео с adjectives, с прилагательными, вы можете взять любое, практически любое adjective, главное, чтобы оно подходило по смыслу, и построить предложение, используя формы глагола to be. Например, мы можем взять самое простое слово, это beautiful, красивый, или nice, практически одно и то же самое значение. I am nice. Я приятный, красивый. Я напишу в одном примере слово nice. Nice. Nice – это adjective. И в английском языке нету согласования прилагательных с глаголами, неважно какое это число, форма будет оставаться одна и та же. Поэтому построить предложение с глаголом to be очень просто. Просто можно использовать любое прилагательное. Можно, конечно, еще взять фразу и использовать существительное, но я вам дам задание, где вы можете это потренировать. Так. Давайте разберем теперь формы глагола to have. To have означает иметь. С этим глаголом еще проще, с чем с глаголом to be. Самый сложный в образовании нерегулярных форм – это глагол to be. В нем самое большое количество разнообразных форм. Глагол to have имеет только две формы. И одна форма используется для большей части места имений, и только одна используется для третьего лица единственного числа. Во всех, со всеми местоимениями мы используем форму have. Я сейчас кратко напишу ее. I have, you have. We, you, they have. То есть абсолютно нет никаких изменений. С местоимениями he, she, it – он, она, оно – у нас форма has. He has, she has, it has. Для того, чтобы построить предложение, используя этот глагол, мы не можем, например, просто поставить прилагательное. Нам надо по смыслу поставить еще существительное. Например, в прошлом уроке у нас было построение артикль, прилагательное и существительное. Эту конструкцию мы можем использовать для того, чтобы сделать предложение с глаголом have. Давайте попробуем. Я опять же взяла то же самое прилагательное. У тебя есть красивая машина, у тебя новая машина. Не обязательно говорить есть, у тебя новая машина. У них новая машина. They have a new car. То есть строить предложение очень легко, используя эти глаголы to be и to have. В следующих уроках мы с вами разберем использование этих глаголов, например, когда мы хотим рассказать о себе, рассказать о своей семье. Давайте используем глагол to be и to have в большем количестве предложений. He, an old man. Глагол to be используется для описания, например, чтобы рассказать о ком-то. he, he, это третье лицо, единственное число. Third person singular. He, пожилой человек. В этом случае надо использовать глагол to be, he is. То есть он есть, является пожилым человеком. We are happy. Мы счастливы. Конечно, мы можем использовать более сложные предложения с этим глаголом to be, но мы будем это делать в последующих уроках, когда разберем другие части речи, для того, чтобы вы могли сами строить предложение. You have a magnificent house. You have a magnificent house. У вас есть великолепный дом. You have a magnificent house. They have a good job. Опять же, мы будем использовать глагол to have, иметь, есть, у них есть хорошая работа. They have a good job. Давайте повторим. Сегодня мы прошли personal pronouns, личное местоимение, в единственном числе singular. I, you, he, she, it. И во множественном числе plural. We, you, and they. И использовали глагол to be and to have с этими местоимениями. И так же построили несколько простых предложений. Не забывайте, что под видео у вас будет задание и ответы к нему. Вам нужно будет просто нажать на ссылку. На этой ссылке у вас отправится Google Docs, где вы сможете. На первой странице у вас будут задания, а на второй странице будут ответы. Рекомендуется, конечно, сделать сначала задание, а потом проверить ответ. Спасибо большое за просмотр. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо.